Вам не хотите ли сказать несколько слов перед началом приготовления студенческой закваски? Щепотка удачи, немного терпения, целое ведро знаний и студенческая закваска готова. Преподаватели ДВФУ опытной рукой замешали воображаемый эликсир для первокурсника. А исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов закваску даже попробовал и признался, питье пришлось по вкусу. По его словам, студенты такими и должны быть – умными, старательными и креативными. Это почувок знаний. Вот сколько вы давайте, чтобы знания, прям высыпайте туда, не жалейте, целиком. Отлично, хорошо! Университет уверенно переходит к развитию направления технологического предпринимательства. И созданы все условия для того, чтобы студенты уже сейчас реализовывали свои бизнесы, свои идеи, свои стартапы. Каждый студент, независимо от направления подготовки, сможет реализовать свое дело, свой бизнес, остаться здесь. А пока у ребят еще нет за душой никаких стартапов, они празднуют. Сегодня – День первокурсника. С новым статусом студента недавних школьников поздравила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева. Все мы нам совершенно непосторонние люди. Весомая часть из присутствующих здесь – это выпускники школ города Владивостока. Ну а те, кто не заканчивал одну из наших 78 школ, стали горожанами, стали жителями Владивостока. Я вас поздравляю с тем, что вы приняли судьбоносное для себя решение значительную часть своей жизни связать с городом Владивостоком. Познакомиться с первокурсниками, которых, к слову, в этом году в ДВФУ более 6 тысяч, вышли директора всех шести школ. Преподаватели желали студентам успехов в учебе, творческих и научных прорывов. Проблемно давать человеку сейчас просто лишь знания, которые он может получить в интернете, в телефоне, за компьютером, в книгах, в конце концов. Мы пытаемся организовать наш учебный процесс таким образом, чтобы студенты сами формулировали проблемы и сами давали варианты ответов, решений, извините, тех проблем, которые они формулируют. Потому что только лишь через такой проблемный подход возможно современное образование. Сами первокурсники о проблемах пока не думают. Сейчас их задача изучить кампус, ознакомиться с молодежными, культурными, научными и спортивными организациями, которые есть в университете. Первое знакомство состоялось в рамках праздника. Представители коллективов творческого центра подготовили ряд номеров. Я поступил на нефтегазовое дело. Ожидаю хорошо отучиться, закончить. Знаю, что на форуме тут приезжают партнеры. Транснефть, Роснефть, Газпром. Надеюсь, что они заметят, что я хорошо учусь. Я рассчитываю, закончено отлично. Я поступил на нефтегазовое дело. Хочу закончить этот вуз, устроиться на престижную работу. Поступил с друзьями, с одноклассниками. Я наслышана была, что довольно-таки высокий уровень образования. Тут очень хорошие преподаватели, которые действительно знают свое дело. И, естественно, я ожидаю веселой студенческой жизни. Вечером ребят порадует вечеринка под открытым небом. А уже завтра новоиспеченных студентов ждут первые пары, задания и знакомства с одногруппниками. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.